Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Кто из нас не мечтал об удалении нежелательных волос на теле? Ну или хотя бы замедлении их роста, да? Правильно, все. И поэтому у нас сегодня с вами очень интересная тема фотоэпиляция. Что это такое? Какие есть противопоказания? Как ее делают? Вместе с вами обязательно все сегодня сделаем. Здесь нам на помощь приходит Википедия. Что такое вообще фотоэпиляция? Это один из способов удаления волос при помощи высокоимпульсного света. Методика основана на том, что пигмент волоса меланин, который сосредоточен в стержне и волосяном фолликуле, способен поглощать световые волны. Под действием тепловых волн кровь в капиллярах, которые питают саму волосяную луковицу, сворачивается, в результате чего волосяная фолликула лишается питательных веществ, погибает, а волосы отпадают. Здесь сразу необходимо знать, что фотоэпиляция не подходит некоторым людям. Например, тем, у кого светлые волосы на теле или тем, у кого очень темная кожа. Фотоэпиляция идеальна, когда у вас светлая кожа и черные волосы на теле. Вот это важно на самом деле. Есть много противопоказаний, на них мы чуть позже с вами остановимся. Эффект процедуры продолжается некоторое время после непосредственного воздействия, поэтому волосы не растут гораздо дольше, чем при аналогичных процедурах. Другими преимуществами именно фотоэпиляции являются бесконтактный способ воздействия, минимальное повреждение кожных покров, полное исключение возможности инфицирования, высокая скорость процедуры, один сеанс занимает от 5 до 30 минут. И омоложение кожи. Фотоэпиляция, она еще как процесс омоложения кожи запускает. Так, активизируется выработка коллагена, кожа разглаживается, восстанавливается. Вообще здорово просто было все лицо бы, если бы, но нельзя, нет, нельзя. Где есть поврежденные участки кожи, какие-то новообразования, папилломы и так далее, вот это нельзя. Варикоз, где нельзя тоже кожу обрабатывать. Если вы порезались, допустим, и какая-то ссадина, тоже это место обрабатывать нельзя. И где у вас татуаж, перманентный макияж тоже нельзя. То есть, допустим, я захочу удалить нежелательно волоски здесь. Есть насадки для лица, но где перманентный макияж, там нельзя. При помощи фотоэпиляции можно удалять практически любые типы волос, исключением седых и очень светлых, что объясняется отсутствием меланина в ней. Мы же разрушаем меланин, если они светлые, то его, соответственно, там нет. Для достижения невидимого эффекта полного удаления волос понадобится от 3 до 7 сеансов. Однако уже после первого сеанса фотоэпиляции волосы начинают интенсивно выпадать, а вновь отросшие более редкие и тонкие. Блин, круто! Сегодня мы будем с вами использовать вот такой прибор, Дайкман Клео. Почему именно он и что это такое, мы сейчас с вами выясним. Ну, во-первых, большое количество вспышек. Смотрите, здесь 500 тысяч вспышек. 5 уровней интенсивности в зависимости от чувствительности вашей кожи, от цвета волос и так далее. Здесь есть охлаждение, что круто. Автоматический режим, не надо обязательно нажать на кнопку, да? Дисплей. И насадка для точного удаления волос на лице. Давайте вскроем коробочку и посмотрим, что он из себя представляет. Он достаточно удобен для применения в домашних условиях. Здесь у нас с вами гарантия. Подробная инструкция, которую обязательно нужно изучить перед использованием. Сам прибор. Вот как он выглядит. Достаточно легкий, но в то же время вес его в руке чувствуется. Вот у нас с вами окошко, откуда будут исходить световые фото волны. Кнопочка включения, кнопочка охлаждения, кнопочка выбора режима. Красивый. Красивый, однозначно красивый. Дисплей. Очки для защиты глаз. Особенно если мы будем процедуру делать на лице. Вот такие очки. Зарядное устройство, которое входит тоже в комплект. Достаточно длинный шнур. Это тоже ценно, потому что в последнее время производители техники любят баловаться шнурами. Короткими. Палочки для очищения экрана. Вот этого. То есть перед употреблением, перед применением мы с вами палочкой протрем от излишней пыли, загрязнений и будем начинать. И насадка для точечного удаления волос на лице. То есть видите, здесь у нас окошко будет просто меньше. Вот такая вот насадка. Почему именно этот фотоэпилятор? Потому что высокоэффективность. А также отзывы, естественно. Отзывы, которые я почитала. Здесь у нас технология IPN. Это система удаления волос, которая повышает мощность устройства на 25% по сравнению с аналогами. И этот домашний эпилятор можно сравнить с салонами. Приведенные исследования показали, что 97% использовавших эпилятор женщин получили положительные результаты уже через несколько недель. Легкость применения. То есть управлять фотоэпилятором можно с помощью нажатия одного. Выбираем один из пяти режимов мощности, в зависимости от участка тела и плотности волос, чувствительности кожи. И начинаем обрабатывать. И время процедуры тоже. Оно зависит, конечно, от места воздействия. Составляет не более 30 минут. Единовременно фотоэпилятор покрывает поверхность кожи площадью 3,5 см. Это хороший участок. То есть подмышки мы вообще можем с вами сделать очень быстро. Также цена технология охлаждения. Можно удалять волосы безболезненно. Можно включать функцию охлаждения во время работы. А можно после того, как вы сделали фотоэпиляцию, на этой зоне пройтись прибором просто с режимом охлаждения. Охлаждение осуществляется за счет пластины, которая находится вокруг лампы. Ее температура поддерживается от 0 до 5 градусов. Вокруг лампы у нас с вами пластина охлаждающая. Здорово. Данная технология позволяет избежать раздражений и покраснений кожи. А также сделать процедуру более комфортной. Конечно, многофункциональность. Можно использовать фотоэпилятор для комплексного ухода за кожей лица и тела. Удобный дисплей отображает количество вспышек, отсчитывая их в ходе выполнения процедуры. Промежуток между вспышками 2 секунды. Также можно прибор поставить на автоматический режим. И мы уже ничего не будем нажимать, просто его передвигать в процессе работы с ним. Естественно, перед началом работы нам необходимо ознакомиться с вами с инструкцией. Что, собственно говоря, я и сделаю. Здесь есть противопоказания. Можете нажать на паузу и почитать. Мы слишком долго не будем останавливаться. На этом моменте они действительно есть и их довольно много. Поэтому это важно. Таблица, где у нас с вами цвет кожи и цвет волос. Крестик это не рекомендуется делать. 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3. Это у нас режим. Я буду делать на двоечке, скорее всего, потому что у меня кожа достаточно темная. Поэтому выберу пока такой режим. Вот предостережение, мера предосторожности. И что же нам, собственно говоря, нужно с вами сделать? Нам с вами нужно обязательно побрить кожу. Именно побрить. Здесь про импульсные волны. Что я, собственно говоря, сделала. Мы с вами бреем кожу. И в течение двух часов после этого нам уже желательно воспользоваться фотоэпилятором. И такую процедуру пока мы будем повторять раз в неделю. А потом у нас будет поддерживающий с вами уровень. То есть мы будем делать ее раз в две недели, а потом раз в месяц. И смотреть на то, как растут волосы, как они выпадают. Первое использование прибора. Выбор вспышки, эксплуатация, план обработки. Итак, приступим. Когда прибор подключен к сети, вот такой вот зеленый, салатовый, я бы даже сказала, индикатор, да, у нас наверху мигает. Мы пока возьмем с вами палочку и обработаем, очистим наш с вами экран. Он и так чистый, но тем не менее, чтобы ничего не мешало процессу удаления нежелательных волос. Делать такой процесс очищения лучше перед каждой процедурой. Здесь подойдут обычные ватные палочки. Начинаем работать согласно инструкции. Во-первых, нам нужно было побрить кожу. Я уже это говорила. На коже не должно остаться никаких остатков косметических средств, лосьонов, кремов, которые могут блокировать лазерный луч. И что? И все. У нас должна быть сухая зона обработки без каких-либо средств. Теперь очищаем световое окошко. Очистили. Все делаем согласно инструкции. Строго, потому что это вам не шутки. Нажимаем и удерживаем кнопку питания. Две секунды. Заработает функция обдува загорится светодиод. Видите? 500 тысяч. И функция обдува. Так. Вот у нас функция обдува. Такой прохладненький воздух. Что мы делаем дальше? Надеваем с вами очки. Надеваем с вами очки. Так. Надеваем. Надеваем. Не идет, девчонки? Класс. Дальше. Удерживаем световое окошко в вертикальном положении, меняя положение прибора при каждом импульсе. Следовательно, передвигаемся по области обработки. И повторяем этот шаг, с самого начала обрабатывая выбранную область 3-4 раза. По завершению процедуры можно охладить кожу, а можно включить охлаждение уже сразу. И можно нанести увлажняющий лосьон или гель алоэ какой-то после процедуры тоже. Так. Ну что, поехали. Вот у нас нога побритая. И теперь мы подносим, выбираем режим, вот у нас кнопочки, да, несколько режимов. У нас есть инструкция, как выбрать режим, тип вспышки, да. Мы подносим вертикально к участку кожи и нажимаем. Видели вспышку? Никаких неприятных ощущений абсолютно нет. Можно установить автоматический режим. Для этого мы нажимаем и удерживаем кнопку 2 секунды. И вот так происходят вспышки. Неприятных ощущений абсолютно нет никаких. Но даже в очках, слушайте, не ярко прям. И таким образом мы обрабатываем оставшийся участок кожи. В процессе работы, кстати, прибор нагревается, вот эта вот часть, да, она становится такая теплая и ощущается тепло. Не более того, ни горячо, ни ожогов. А если включить функцию охлаждения, то и вообще нечего. Поэтому в использовании, да, очень комфортно. Одну ногу я обработала минуты за 4, наверное, вот так. То есть это быстро. Потому что если, допустим, брать обычные эпиляторы, которым я пользовалась до этого, это долго, на это нужно найти время. Ну, то есть это час практически, чтобы все нежелательные волосы, которые тебе нужно удалить, а то и больше. Это долго, на самом деле долго. Здесь все очень быстро. Вспышки я израсходовала на одну ногу где-то 30, наверное. Вот так. Если как следует проходить по участкам. Ну, то есть, чтобы удалить волосы совсем, да, или большую их часть, вполне. 500 тысяч – это действительно много вспышек. Это действительно круто. Он удобный, он легкий, его удобно держать. Никакого вообще дискомфорта во время процедуры не возникло. Девчонки, кто делал фотоэпиляцию, у кого есть домашний фотоэпилятор или кто делал ее в салоне, обязательно напишите, как вам, как вам результаты, я буду наблюдать. Никакого покраснения у меня на коже не возникло. Вообще ничего. То есть, как была кожа, так и есть. Будем наблюдать. Через неделю процедуру повторять. И пока буду делать каждую неделю. Естественно, держать вас в курсе, насколько медленнее стали расти волосы и насколько их стало меньше. По идее, должны быть вначале какие-то проплешины. Прибор удобен. Это Германия, Бельгия качество. Поэтому будем пробовать. Будем пробовать. Будем удалять с вами волосы вместе и смотреть. Действительно, потому что если эффект такой, как заявлено, то это очень круто. А так прибор очень красивый. Даже вот так вот на подарочек. Быстро. Это на самом деле быстро. Надеюсь, что и волосы сразу будут расти медленнее. Тогда вообще 5 баллов. Ссылка на прибор находится в описании к видео. Еще закреплю в сообщении. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Много полезной информации. Но обязательно читайте, девчонки, противопоказания. Их достаточно много для фотоэпиляции. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok